Особое мнение на 101FM И сейчас же я хотела попросить вас прокомментировать вот что. Первое, что было выложено вчера в социальные сети, это большое количество фотографий из кировских храмов. Вчера вербное воскресенье и большое количество верующих пошли на службу. Осуждать их за это, конечно, мы не будем и не можем. Тем более, что есть обращение губернатора Кировской области Игоря Васильева и митрополита Марка о том, что храмы кировские закрываться не будут. При этом всех прихожан просят соблюдать меры гигиены, санитарные меры. На тех фотографиях, которые были выложены вчера, в частности, из Успенского собора, я прихожан в масках практически не видела. С сегодняшнего дня закрываются храмы в Москве и Московской области. Сообщение об этом размещено на сайте Патриархии. Принято решение о том, что во время служб, праздничных служб и пасхальной в том числе, в храмах могут находиться только сотрудники, только клир, только волонтеры, чья работа там необходима. И все. Прихожанам просьба большая находиться в этот момент дома. Вот вам как кажется, те карантинные меры, которые сейчас введены и неограничения посещения храмов, они как сочетаются? Слушайте, ну они, Аня, мне кажется, сочетаются в общей тенденции, которая у нас существует в Кировской области, в городе Кирове. Мы сейчас с вами только что обсуждали, что мы сегодня получили самый низкий уровень самоизоляции, это 2,4 на понедельник в городе Кирове. То это, в общем-то, все укладывается в одну историю. А история очень простая. Сегодня большинство людей, я думаю, что основная часть, так и не понимает, что происходит в стране, в городе и конкретно там в области. Есть у нас карантин или нет этого карантина? У нас самоизоляция или каникулы? То, что сегодня происходит в храме, это как раз формат того, что нам по телевизору сказали, что у нас самоизоляция, и каждый сам определяет эту самоизоляцию. А другая часть считает, что они отпущены на каникулы или просто отдыхать, и они в свое время и распределяют так, как они считают нужным, они заходят туда, куда они хотят. То в данном случае, когда мы двигаемся в полумерах и не определены правила посещения всего, то понятно, что мы имеем такую тенденцию. Я вам еще одну тенденцию сейчас расскажу. Я вчера вечером шел по городу, уже поздно из магазина, и патруль полиции остановил одного пожилого мужчину и спрашивает, почему он идет один, почему он идет по улице, хотя самоизоляция и без маски. Вот этот мужчина очень такой мудрый и хороший, он сказал, что он сегодня проходил рядом с Октябрьским рынком и увидел громаднейшую очередь людей, которые покупали дешевые яйца. И там картина была похожая, там не было никаких масок, там была большая очередь, и люди просто покупали дешевые яйца. То, мне кажется, мы сегодня зашли в такую форму, что уже как бы коронавирусом мало кто сильно напрягается, уже все начинают люди думать, а какая жизнь будет после коронавируса. А судя по тому, как мы видим последствия, которые нас ждут в ближайшие 2, 3, 4, 5 месяцев, эти истории будут очень печальны. И в данном случае хочу сказать, что мы не можем осуждать никого, потому что, в общем-то, даже, по-моему, президент, выступая три раза перед россиянами, сам до конца точно не сказал, что все-таки у нас происходит. Что за меры у нас в стране приняты. Что за меры приняты в стране, да. И мне есть такое ощущение, что в первую очередь в коронавирус-то сам президент не сильно, очень сильно верит, и у него, по-моему, до сих пор такое двуякое отношение вообще ко всему происходящему. То вот это общая тенденция. Ну вот смотрите, в Москве, где большое количество заболевших, правда, очень большое, мы уже видим репортажи из Москвы, где караваны скорых, храмы закрывают. Надо ли закрывать их в Кировской области? Надо ли ограничивать верующих в их желании, стремлении прийти на службу вот сейчас, на этой неделе, прийти на пасхальную службу, приходить на освящение тех же самых куличей, да, как обычно бывает перед Пасхой? Аня, я тебе скажу вот такую вещь, в моем понимании. Светские власти не могут распорядиться, это может сделать только и партия. Слушайте, светские власти такое ощущение, что ничем не могут распорядиться, потому что на сегодняшний момент мы по предложению пойти на каникулы после выступления президента все отсидели неделю на так называемом отпуске. Да, значит, дальше пошла странная такая очень история. Буквально через неделю нам объявили, что 140 предприятий в городе Кирове и Кировской области открываются. Но это не только в нашем регионе, справедливости ради надо сказать, да, по всем регионам России. Значит, непонятно по какой системе, по отраслям, или просто кто-то кого-то знает, или просто одни ближе, другие дальше. И, в общем-то, это был такой повод для того, что какая-то определенная часть людей, а это, по-моему, там расчет у две трети трудоспособного населения в Кировской области, потому что туда попали основные все промышленные отрасли, это попали стройки, и эти все люди с понедельника все пошли на работу. При этом, если мы внимательно посмотрим по группам, которые были созданы в детских садах, заявок поступило 1300. Значит, умножаем в три раза, это мама, папа и ребенок, то мы понимаем, что обхват уже 5000. Мы сегодня также видим, что фактически никакой изоляции в городе не существует, потому что нет четких правил. Точно так же, как и в экономическом пространстве. Вот мне непонятно, почему 140 предприятий можно, а малому и среднему бизнесу нельзя. Отрасли, допустим, я посмотрел, мебельщики, там три предприятия. У нас мебельных предприятий в пределах 30. Значит, они довольно-таки большие есть. Почему трем можно, а 27 нельзя? По сельскому хозяйству смотрел, 8 крупных агрохолдингов. Так сложилось, что большинство председателей депутаты ЗАГС собрали. Восьми можно, а у нас в области 140 предприятий. А остальным-то что делать? То вот когда вот это все поплыло, и мы решили там создать полумеру, она не приведет... Возможно, Виктор Михайлович, руководствовались власти, я не знаю, размером налоговых поступлений от этих предприятий именно, и открыли крупнейшие. Аня, в мире есть два пути. Это гуманитарный и экономический. Каждая страна определяет свою линию. Или мы спасаем людей, и в этом случае что мы делаем? Мы говорим, просим людей, что две недели давайте проведем жесткий карантин. При этом государство, если это государство, берет на себя всю ответственность и всю материальную защиту людей, которые будут по его просьбе находиться две недели или там три-четыре на карантине, и это все будет оплачено. Второй путь это экономический, когда некоторые государства такие есть в мире, это и Швеция, это и Белоруссия, и Бразилия, которые заявили, что да, они не пойдут на жесткие меры, потому что понимают, что экономика рухнет. И они готовы потерять там 50-100 тысяч людей для того, чтобы сохранить экономику и сохранить миллионы людей. Да, потому что лекарство не должно быть страшнее, чем сама болезнь. Вот это главный вообще итог всего. Лекарства не должно быть, потому что в данном случае, мы понятно, что они идут на жертвы, при этом соблюдая полностью и сохраняя экономическое состояние этих людей, потому что в экономике работают гораздо больше. Значит, в данном случае я не могу понять, по какому пути идем мы. Мы, с одной стороны, вроде говорим, что надо пойти на так называемые каникулы в тире карантин. С другой стороны, мы отпускаем большое количество предприятий для работы, что, в общем-то, тоже никак экономику не поддерживает, потому что основная часть малого и среднего бизнеса до сих пор находится в закрытом состоянии. Значит, при этом... И будет находиться минимум до 24 апреля, минимум. Ну, давайте уже реально говорить. До 30-го, хорошо. Я думаю, что мы пошли по итальянской системе. Мы видим, что мы идем по пути Италии. Значит, примерно... По цифрам прироста заболевших или... К сожалению, мы сегодня не можем точную дать цифру по приросту. Мы, я думаю, что у нас очень цифры не соответствуют и искажаются. Плюс, в последнее время начали вместе перемешивать пневмонии с коронавирусом. Но по той динамике, которая происходит сегодня в стране, и мы видим, как растет Москва, как здравоохранение фактически уже не справляется и работает на грани возможностей. Московское здравоохранение. Московское, да, да. То мы видим, что при этом еще страна и Москва не достигла даже пика близко. Мы отстаем от всех стран примерно на 2-3-4 недели, от некоторых почти на месяц. То в данном случае мы там должны точно понимать, что все наши малые и средние бизнесы, которые, вернее всего, что будут как минимум находиться на так называемом ограниченном карантине до 15 мая, как минимум, да, а может быть и до июня, то мы понимаем, что в данном случае практически больше половины этих предприятий и людей не выживут. И тогда мне непонятно, почему там строители могут работать, да, а какие-то другие сферы не могут работать. Если мы открываем часть групп детского садика... Ну, потому что у строителей есть возможность во время работы соблюдать дистанцию социальную. Нету такой возможности, это полная ерунда. И мы видим, что с понедельника Москва остановила все стройки. Почему Москва очень долго тянулась, хотя меры гораздо жестче, чем в Кирове и в Кировской области? Потому что Москва имеет примерно на сегодняшний день по разным оценкам 2 миллиона гастарбайтеров, которые работают на стройках Москвы. И они никуда уехать не могут, и эти 2 миллиона должны вывалиться были на эти улицы, при этом без зарплаты, без еды и без всего прочего. То они пошли по этому пути, потому что те страны, а это в основном Узбекистан и Таджикистан, очень резко закрылись по приезду в эти страны. Тут немножко другая история. У нас сегодня совершенно другая история. У нас нет такого количества мигрантов. У нас не было никакой необходимости, по крайней мере, на 2-3 недели не остановить стройки. Точно так же, как и многие другие предприятия. И я говорю, что вот эти двойные стандарты, которые мы преследуем все последние 15-20 лет, почему-то одни можно, а другим нельзя, они на сегодняшний день сыграют с нами злую шутку. Мы и не остановим коронавирус, он у нас в Кировской области тоже растет. Мы видим, что сегодня заболевших уже 51. Там по геометрической пропорции мы понимаем, что в ближайшие 10 дней число резко возрастет. При этом мы точно понимаем, что от безработицы и от того, что многие предприятия рухнут, мы тоже никуда не уйдем. И второе, для коронавируса вообще Иванова, Петрова, Сидорова или там Иванова, они все одинаковы. То в данном случае я сторонник того, или мы сидим на жестком карантине, где государство обеспечивает всю жизнь и проживание населения и бизнес. Всю финансовую нагрузку берет на себя. Или мы всех отпускаем и даем всем возможности по желанию, в уведомительном порядке, кто как хочет, начинает работать. Нельзя выбирать между кем-то. Это опасное общение. Полукарантинные меры. Полукарантинные меры, они на самом деле ни к чему не приведут. И мы сегодня с вами видим, что город фактически с карантина автоматически снялся. Я вижу, что на улицах большое количество машин, большое количество прохожих. Большое движение людей, машин очень много. При этом мы говорим, что многие родители вышли на работу. Дети находятся, получается, дома одни, потому что вообще образовательные школы не работают. И в данном случае мы все равно видим контакты. Вся эта масса, она контактирует. И мы ничего не добились. То есть не только церкви, но и улицы. И те же самые продуктовые магазины, где большое количество покупателей, которые не всегда соблюдают дистанцию, и точно там больше половины из них без масок. Мы ведь, смотрите, мы с вами видим сегодня. У нас есть пример. Мы не хочем учиться на других примерах. Жесткий контроль Испании. Жесткий контроль Италии. Израиль. Израиль. Веди войска. Все сделано. Там мы видим, что государство играет определенную роль в том, чтобы именно сдержать этот вирус, который уносит там большое количество людей. Мы это видим, и они же не зря приняли такие жесткие меры. Китай. Вплоть до заваривания дверей в подъездах, чтобы люди не выходили. Мы можем по-разному относиться к данным Китайской народной республики. По количеству заболевших и умерших. Но, тем не менее, 72 дня они продержались при карантине. У нас неделя. Тогда зачем мы вообще неделю-то сидели все на так называемом отпуске или карантине, если мы через неделю все снова открыли? Так, подождите. Все-таки, я поняла. То есть, либо так, либо так вы предлагаете. Я считаю, что надо или было одним путем. Но вы склоняетесь больше к какому варианту? Все-таки жесткий карантин или нет карантина на соблюдении каких-то эпидемиологических мер? Вот то, о чем говорил Адзийский ГАЭФ на прошлой неделе в нашем эфире. У всех средства индивидуальной защиты. Все моют руки. Везде меряют температуру. На входах в те же магазины, торговые центры. Так, как в Европе сделано, не запускают в помещение магазины, если это маленький магазин, больше одного человека. Я вижу даже в Кирове, кстати, такие примеры в небольших магазинах, которые работают. Там прямо объявление. Запускают по одному человеку в перчатках. Вы либо то, либо то. То есть, вы больше застрогий карантин или за то, чтобы всем работать? В принципе, любая сегодняшняя власть должна принять четкую линию, как они ведут эту историю. И самое главное. Они должны уже на два шага смотреть, что мы уже должны сегодня. Стратегически вообще власть должна думать о том, какая жизнь будет после карантина. Смогут ли они справиться с безработицей? Смогут ли они справиться с тем бюджетом, который останется после того, как многие предприятия закроются, и основной налог НДФЛ у нас упадет? У нас налог на прибыль упадет, однозначно. Они должны стратегию уже разрабатывать именно в формате того, как они видят через 2-3-4 месяца восстановление в Кировской области и в городе Кирове. Ну, возможно, они разрабатывают, просто пока еще не дошли руки, что называется, об этом рассказать. А, ну хорошо. Тогда, получается, если они разрабатывают, то их сегодняшние меры, которые были приняты в ближайшие, там, по открытию 140 сначала предприятий, и сегодня там еще к ним что-то добавилось, то тогда, получается, мы понимаем, что мы идем по какому-то очень странному пути. Тогда давайте мы всех отпустим на работу, пускай люди сами определяют, готовы они работать в данном моменте или нет, смогут ли они обеспечить эту защиту своих работников и предприятия. И тогда отпустим, и будем говорить, что мы уверенно встретим коронавирус, наше здравоохранение готово. А готово ли оно? А вот это никто не знает. Мы сегодня там точно понимаем, что Москва не готова, Москва рухнула. Я буквально читал там выступление последнего министра здравоохранения, который был при Лужкове, он говорил, что, ну, мы же эту историю оптимизацию медицины проходили все 15 лет, да? Мы видим, что оптимизация проходила очень активно, мы видим, что мы сокращали все, что можем, в том числе богатые территории город Москва. То на какой-то момент, буквально еще при нем, фактически инвестиционных коек мест в Москве оставалось 500 на всю Москву. Сегодня экстренное строительство этих госпиталей, оно в принципе не решает проблем, потому что мы видим в интернете, какие стоят очереди скорых помощь. Врачи сами же говорят, что очень много заболевших врачей и санитарок, не хватает вообще ничего. Даже средства защиты. Два недели-две назад объявляла, было объявление, по-моему, в социальных сетях, оно проходило о наборе врачей из регионов Москвы. И самое печальное, что я отстек эту историю, что примерно это происходило уже больше тысячи зараженных в день. Сейчас Москва растет почти на полтысячи каждый день. То достигнув пика, там будет просто коллапс медицинский, и на самом деле то, что нам показывают по телевизору, для нас будет вполне реальными историями. Нас сегодня там пугает и даже не пугает, а говорят, я смотрю наши федеральные каналы, и, конечно, я в ужас прихожу, как они на этом стебаются на других территориях, да, и говорят, что у нас все спокойно. Но я не думаю, что надо над этим стебаться, и надо к этому подходиться очень серьезно. То есть вы про другие страны говорите, про то, как подается информация? Ну, сейчас же у нас Сирия ушла куда-то с экранов, Украина делась куда-то, да. Но у нас есть Америка. У нас сейчас Америка, где там все умирают, и все там, да, там тяжелейшая ситуация, да, там, но в данном случае мы должны все-таки понимать, что это жизни людей, и на этом стебаться, и так показывать, что там никого даже не хронят, а забрасывают, но это некрасивая история. Но самое главное, что мы тоже не застрахованы. Мы не застрахованы, и вопрос, готовы ли мы вообще к этому, потому что, судя по тому, как у нас там происходит, да, мы давайте там посмотрим. Сегодня, буквально еще там неделю назад, невозможно было купить ни маски, значит, невозможно купить перчатки, средства защиты. Вообще нет ничего. И в данном случае мы говорим о том, что вот люди ходят без масок. Ну, а где купят люди маски, если они не продаются? Сошьют. Сошьют. Ну, извините, мы в 21 веке живем, маски шьем, да. В больницах я тоже знаю, что маски шьют. У нас с вами, Дмитрий Михайлович, учили делать ватномарлевые повязки в школе. Аня, смотри, я за то, чтобы, когда по телевизору показывают, то, что 14 самолетов полетели в поддержку в Италию и там какие-то в Германию и куда-то, бог знает, по всему миру мы раздаем и всех обеспечиваем, то это, ну, на самом деле цинизм. Потому что свое население находится совершенно в ужаснейшей ситуации по проблеме коронавируса. Да, все-таки давайте мы вернемся. Вы за то, чтобы ввести строгий карантин вот на эти две недели и закрыть все вообще, и всех посадить по домам, вплоть до штрафов за выход на улицу без уважительной причины, как это в некоторых регионах сейчас происходит. Государство несет полностью финансовую поддержку и малого, среднего бизнеса, и в первую очередь население. Но если государство не возьмет на себя финансовые обязательства, тогда что? То я считаю, что тогда после коронавируса будет все еще страшнее. Именно потому, что рухнет экономика. Потому что рухнет экономика, появится безработица, и людям просто нечего будет есть. Зная о том, что если взять Кировскую область, город Киров, у нас практически одна из самых активных областей по займам в банках и ипотеках. Сегодня Кировские... Закредитованность большая. Да, закредитованность большая, и у нас сегодня 120 миллиардов вообще закредитованность Кировской области населения. То в данном случае вопрос возникает, кто за это все будет платить. И я тебе не зря сказал, что лекарство иногда не должно быть страшнее самой болезни. Потому что если мы сегодня посмотрим динамику даже продажи алкоголя, она возросла на 30%. Ну люди дома сидят, и на работу не надо. Люди дома сидят, да. Дальше начинается другой вопрос. Если еще неделю-две назад меня многие звонили и спрашивали, что я думаю про коронавирус, то мне сейчас все звонят и спрашивают один вопрос. А что будет после коронавируса? Где будет работа? Как деньги зарабатывать? Как бизнес удержать? Вообще, что будет, нас ждет экономически в первую очередь. А будет работа, Дмитрий Михайлович? Работа? Работы у нас последние 3-4 года, которые у нас... И так мы видим, что в городе очень тяжело сработать. Это чисто экономическая ситуация по всей стране. Мы там реально же с колен встаем, да. А когда встаешь с колен, там надо чем-то, как бы, чего-то должно не хватать. Там, да, вот масок, значит, рабочих мест, там, денег и все прочее. Значит, я думаю, что, на самом деле, даже по заявлению Торговой промышленной палаты Российской Федерации, значит, после вот всех этих так называемых карантинов, кризисов, примерно 3 миллиона людей, занимающихся бизнесом, эти предприятия малого и среднего бизнеса разорятся. Значит, они считают, что в зону риска попадет от 9 до 15 миллионов людей, которые могут лишиться своей работы. В зону риска, я вам говорю, да. Значит, в процентном соотношении это примерно от 10 до 13 процентов трудоспособного населения Российской Федерации. Если Кировская область находится в каком-то особом островке, да, наверное, это не случится. Но мне почему-то кажется, что Кировская область находится еще в более худшей ситуации, чем многие... А выход какой? Выход какой? Есть вообще выход сейчас? Что должны делать сейчас региональные власти? Вот для того, чтобы по выходу из карантина экономика наша как можно скорее встала на ноги? Ну, к сожалению, много от региональной власти не зависит, так же от муниципальницы. Конечно, основная нагрузка ложится на федерацию. Но при этом у нас есть очень много всяких вещей, которые мы могли бы ослабить нагрузку на население. Давайте мы посмотрим последние 5 лет. У нас люди стали второй нефтью. Их обдирают с утра до ночи капремонтом, ТБО, какими-то налогами безумными, сумасшедшими. Ребята, снимите вы всю нагрузку на год хотя бы с населением. Пускай перестанут они все это платить. А кто будет платить-то, Дмитрий Михайлович? Кто-то же должен оплачивать вывоз мусора. Мусора стало больше, жалуются купить. А понятно, что его будет больше, потому что люди дома сидят. Конечно. Значит, то в данном случае вот как раз, знаешь, государство, оно должно не только в радости быть, а в горе. Если мы сегодня говорим, что нам все 10 лет говорили, что высокая нефть, и мы создаем запасы, которые в час икс могут нам пригодиться, в трудный час, да, мне кажется, что пришел трудный час. У нас сегодня на счетах 13 триллионов, да, и мы сегодня до сих пор не можем понять, а что с ними будет происходить, и почему все страны выделяют 15-20% ВВП на поддержку населения и малого и среднего бизнеса, а мы всего 0,3. Не-не-не, мы не 0, я смотрю, а один там с чем-то. Один с чем-то, вот цена вопроса там, да, почему бедные страны, даже типа Грузии, сегодня обеспечивают всех пожилых людей масками и всем необходимым там бесплатно, да, для того, чтобы сохранить старшее поколение. Ну, где мы и где Грузия там, да, то в данном случае, конечно, очень много будет зависеть от того, как поведут себя федеральные власти, и, конечно, очень важно поведение региональной власти. То некоторые вещи... Так, подождите, поведение региональной власти, вы имеете в виду, что они должны требовать, то есть все регионы должны объединиться. Или, хорошо, окей, те регионы, у которых не хватает собственных доходов, мы видим, что есть регионы, которые уже поддержку какую-то на местном уровне оказывают, значительную, да. Вот из Калининградской области сегодня у вас была новость. Единственная пока. Регионы должны объединиться и какой-то ультиматум в Москве подъявить? Нет, слушай, ультиматум, я думаю, что это не ультиматум должен быть, да, это должна быть правильная подача информации, которая происходит реально внизу. Потому что, извините, там люди... То есть скрывать нельзя? Нет, слушай, скрывать ничего нельзя. Даже то, что будет очень страшно, скрывать нельзя, потому что дальше будет только еще страшнее. При этом мы все должны понимать, что там, вот, пример ты приводишь Калининград, там, Калининградская область. Они взяли и начали перерассматривать региональный бюджет. Для того, чтобы все, что не нужно убрать и все, что они имеют возможности перенаправить, они переправляют в поддержку населения и малого и среднего бизнеса, да. Кто мешает региональной власти Кировской области заняться тем же самым. Точно так же я тебе говорю, что мы уже тысячу раз говорили, что вот я выступал, ну, пять лет уже подряд, там, про капремонт, да. Ну, хватит. Ну, отменили капремонт на три месяца. Где? На три месяца, не будем мы платить три месяца за капремонт. Три месяца года его, потому что по сегодняшним там суммам, которая скопилась на счетах, с бедного населения собрали, там, три миллиарда. Я посчитал, для того, сколько они сегодня производят работы, им хватит их денег на три года. Я вообще не уверена, что они сейчас что-то производят. Вот именно. Учитывая наши ограничения. Слушайте, ну, есть у нас возможности и в городе, и в области пересмотреть отношения к населению. Ребята, расслабьте вы эту удавку, которую вы накидываете на протяжении пяти лет. Дайте людям немножко вздохнуть, потому что ситуация будет еще гораздо тяжелее. Хорошо, смотрите, с фондом капремонта еще понятно. Я тебе говорю, что у нас 45 миллиардов бюджет. Но с купритом и вывозом мусора, с платежами за ЖКХ, то, что вот сейчас озвучивается, да, и то, что просили освободить людей от платежей за ЖКХ, это тоже такая популярная была мера в социальных сетях, которая называлась, людей и предприятия. Я тебе скажу, что, смотри, подожди, 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 как раз мы говорим, что если мы сегодня говорим о том, что людей освободить там, ну, за какой-то период от ЖКХ, мы должны точно понимать, что организациям, которые обеспечивают теплом дома, горячей водой, светом, государство должно оказать поддержку. Потому что есть крайняя точка, да. Хорошо, мы сегодня говорим, что нет, а по той же системе вы идите в отпуск, а кто будет платить за отпускные, пока никто не определился, да. Мы понимаем, что это все ложится на бизнес. Это на людей, которые обеспечивают сегодня работой, значит, в нашем городе очень большое количество людей. То есть мы опять упираемся в то, что только центр может дать денег. Потому что еще раз говорю, что и президент, и власти до конца не верят в проблему коронавируса и его последствия. Да ладно, как можно не верить, сидя в Москве и видя вот это все? Подожди, но смотри, мы тянулись, у нас был уникальный шанс. Мы увидели Европу, которая начала задыхаться от коронавируса буквально месяц-полтора назад. По большому счету, как бы никаких мер жестких не было принято, потому что все надеялись, что Россию это не охватит. Ну, собственно, вот те же самые храмы до вчерашнего дня все можно было в Москве. Слушай, ну, та же самая Москва. До 26 числа и по сегодняшний день работают общественные транспорты, метро. Значит, буквально... Но метро в Москве нереально закрыть. Подожди, а почему нереально? А почему в других городах реально закрыть? Как будут люди? Ну, просто Москва огромный город. Слушай, ну, мы же говорим, что сегодня есть опасность передвижения, и там сегодня вводятся более жесткие меры. Значит, они где-то их произвели. Буквально на той неделе мэр Москвы в воскресенье выносит уникальное решение. А он разрешает открыть всем салонам красоты... С медицинской лицензией. С медицинской лицензией. Ребята, вы расскажите мне, что такое? Почему сегодня принимается такое решение? Я думаю, странное очень решение. Согласна? Да, я согласна. Дмитрий Михайлович... И в данном случае снова отпускают все стройки. Они снова их открывают. Так, мы паузу сейчас сделаем на полторы минуты. У нас реклама по регламенту и вернемся. Да. Особое мнение на 101FM. В нашей студии предприниматель, депутат законодательного собрания Кировской области 4-го и 5-го созывов Дмитрий Русских. И мы продолжаем еще немного про Москву. Я хотела вот о чем у вас спросить. Мы говорим про московское здравоохранение, которое уже не справляется. И мы говорим про региональное здравоохранение, возможности которого в сравнении с Москвой, как мне кажется, тоже сильно ограничено. Я буду очень надеяться, что все-таки мы немножко начали пораньше готовиться к тому, что вполне может быть. Это раз. Во-вторых, все-таки отдаленность Кировской области. И я вижу, что по заболеванию... Да не очень уж и отдаленность. Все равно у нас немножко спокойнее, чем в Москве. Это правда. Потому что если я посмотрю там динамику вообще по другим территориям... У нас нет метро. Да. Я вывел одну историю. Чем беднее территория, тем меньше зараженных. А потому что тем меньше народу ездит. Да, конечно. Перемещения нет. Никто не может себе позволить переезжать. Там в конце стоит Чукотка, там еще Саха, вот это Якутия, там все-все-все прочее такое. То в данном случае у нас, конечно, есть небольшой шанс. Да, в том, что я надеюсь, что все, что делается там сегодня в здравоохранении и врачами там, да, это все-таки они смогут справиться, если, допустим, завтра у нас даже это возрастет там в 10 раз. Дмитрий Михайлович, надо ли в Кировской области вводить жесткий контроль тех людей, которые приезжают из Москвы? Я вижу сейчас... Да, я думаю, что это надо делать. Уже есть призыв о том, что это должно быть. Людям рекомендовано по возвращении из Москвы и других регионов звонить на определенный номер и садиться в добровольную самоизоляцию на две недели. Но такого, чтобы принудительно хватали людей возле поезда и везли сразу же в инфекционную больницу, такого нет. Вот это нужно или не нужно? Московские медики, кстати, уже призывают вообще Москву закрыть, потому что... Слушай, я тебе скажу, что вообще, на самом деле, почему мы так очень долго качаемся и не можем занять какую-то позицию, надо или не надо? Значит, еще месяц назад, когда планировалось только первое выступление там и президента, и Собянина, значит, было два мнения. Один экономический блок, его поддерживали в основном экономисты, возглавие с Мишустиным, с премьер-министром, о том, что жесткие меры принимать нельзя по причине того, что рухнет и так экономика, которая находилась на тот момент уже в тяжелой ситуации, потому что упала нефть. Мы знаем все, что происходит с национальной валютой и нефтью, да, и динамика эта будет продолжаться. Второй блок, это был силовой блок, который считал и доказывал президенту о том, что надо ввести очень жесткие меры, вплоть до ввода армии и солдат для того, чтобы именно сделать очень жесткий карантин. На их стороне и находились и медицинское сообщество. Сегодня врачи, я думаю, что в большинстве случаев считают, что спасение только именно жесткий карантин. Это медицина. Значит, как обстоят дела в Кировской области, я считаю, что вот те совещания, которые нам показывают, нужны в первую очередь показывать не какие-то там директоров предприятий, да, потому что каждый хочет открыться побыстрее, значит, а именно собрать то сообщество людей, в основном это ученые или врачи, которые могли бы оценить ситуацию и принять правильное решение. Тогда будет все логично. Тогда, если мы говорим по жесткий карантин, то, конечно, все авиасообщения и поезда должны быть прекращены, потому что основной разносчик это Санкт-Петербург, Московская область и город Москва. Но самолетов-то уже практически нет. Нет, Руслайн летает четыре раза в неделю. Победа летает по-прежнему. Руслайн летает. Руслайн летает, значит, но в данном случае все зависит от ситуации. Я считаю, что решения должны принимать компетентные профессиональные люди. В зависимости от той ситуации, которая есть на самом деле. К сожалению, мы с тобой ее сегодня не знаем. Мы не знаем, это правда. Мы не знаем количество заболевших, мы не знаем, какая будет динамика. Я думаю, что вот эти все расчеты должны быть основные. А спасение людей это основная вещь. И от этого уже зависит, как они видят динамику, сможет ли медицинское сообщество и Министерство здравоохранения Кировской области справиться с тем потоком, который может произойти. Но там около 600 коек было подготовлено. На сегодняшний момент, да. То есть к этому моменту мы готовы. Но в том смысле, что вот 600, если будет заболевших. Одно дело 600, и еще сколько будет тяжелых. Мы сегодня видим динамику о том, что по миру идет такая статистика уже, что 80% болеют коронавирусом спокойно, 15 в тяжелой форме, 5 умирает. Какая будет динамика, никто на самом деле не знает. Предположить невозможно, да. Совершенно верно. Как раз я и говорю, что за это должны отвечать профессионалы. Зависит не только от медиков и не только от властей. Я еще раз хочу, Аня, утвердить, что, конечно, главное усилие должно быть обращено в сторону населения. Потому что, как даже экономика потом будет выходить, будет все зависеть от населения. Насколько оно будет платежеспособным, насколько оно выйдет из этой проблемы, вообще из этого тупика, который сегодня произошел в связи и с падением экономики, и социально-экономическим, и с коронавирусом, насколько оно сможет выкарабкать из этой ситуации. Мне кажется, что только поддержкой покупательского спроса не обойдется, потому что применительно к местам развлекательным каким-то, у меня очень большие сомнения, что после того, как снимут карантин, народ туда толпой ломанется. Вот есть большие сомнения. Мы сегодня говорим, что когда сегодня известные экономисты и биологи говорят период, они говорят минимальный 6 месяцев, максимальный 18 месяцев. Через полтора года. Через полтора года мы можем более-менее восстановиться именно в том потоке, который у нас был. Значит, с точки зрения экономики все будет зависеть от поведения государства. То, что мы сегодня видим, как помогают крупнейшие мировые державы, в первую очередь населению, говорит о том, что адресная помощь именно населению, малому и среднему бизнесу, она основная. То же самое, как я сегодня вам уже рассказывал с точки зрения экономики. Вот я говорю, что из 180 сельхозпредприятий дали 8. Это самое богатейшее предприятие Кировской области, если вы посмотрите... У которых есть подушка безопасности. Громаднейшая при том, что... Я специально посмотрел, там от 100 миллионов до 900 они показывают чистую прибыль за 2019 год. То есть они бы прожили и так? Они бы две недели на карантине просидели бы точно так же, как и другие крупные предприятия. У них есть подушка безопасности. У нас сегодня нет подушки безопасности у малого и среднего бизнеса, которые обеспечивают не меньше рабочими местами в городе Кирове население. И им на них все плевать. Но им ничего не дали. Им ничего не дали. И я считаю, что надо помогать не богатым, как мы обычно все эти годы делали, а помогать бедным и нуждающимся. Дмитрий Русских, в нашей студии мы продолжаем. У нас остается 6 минут до конца эфира. Еще две темы, которые я бы хотела попросить вас прокомментировать. Ну, во-первых, арест вице-губернатора Андрея Плитко и министра лесного хозяйства Алексея Шургина. Вице-спикер ЗАГС Собрания Владимир Костин на прошлой неделе моей коллеге Марии Кожевниковой говорил о том, что вся эта история негативно скажется на имидже Кировской области и на возможности Кировской области претендовать на федеральную поддержку, на какие-то средства. Потому что федерация посмотрит на это и скажет, зачем отправлять в Кировскую область деньги, если их все равно разворачивают. По этой теории у нас вообще, кроме Москвы, больше некуда будет. Потому что там все живут, олигархи и чиновники. И все честные. Да, и все честные, да. Поэтому я думаю, что это вряд ли так возможно. Имидж Кировской области уже давно попорчен до такой степени, что, в общем-то, его уже ухудшить очень сложно, на самом деле. И после Быкова, и то, что мы слышим там, и дело было по городской администрации. И вот сейчас там целая АПГ, которая связана опять с этим несчастным лесом. По версии следствий. Они как дикие все в этот лес лезут на протяжении большого периода времени. Видимо, так их манит этот черный лес, где они туда заходят и совершенно неадекватно себя ведут. На самом деле это, в первую очередь, скажется даже не на Кировской области, а на губернаторе Кировской области. Я считаю, что это как раз имиджевая потеря, очень серьезная. Тем более мы сегодня видим, что кадровая вся его чехарда, которая происходит на протяжении трех лет, и куча людей, каких-то непонятных, приезжающих на нашу территорию, работают полгода, год, потом куда-то они с какими-то уголовными делами или без уголовных дел куда-то деваются, убежаются. Это и Куземская, и Менькин, и кого там только не было. Уже все запутались, даже уже никто их не знает. Это говорит о том, что вообще кадровый вопрос, который считается основной, особенно в тяжелое время, то, что мы сейчас видим, и нужны именно лидерские качества людей, которые принимают решения, от которого зависит жизнь миллиона триста населения Кировской области и полмиллионного города Кирова. Мне кажется, что это, конечно, большой минус губернатору, который к нам приехал в 2016 году. И это лишний раз показывает, что, к сожалению, это мое личное мнение, что никакие варяги нас никогда не спасали и не спасут. Это показывает о том, что это не работает. Люди никак не связаны с территорией, они не заинтересованы в нее развитии, они совершенно не связаны тут ничем. То, что сегодня происходит, мы как раз и видим, что это пример тому, о чем мы сейчас с тобой говорим. Ни одна экономика мира при такой воровстве и коррупции не может развиваться. Так, подождите, но в нашем правительстве областном точно есть и местные люди, и у нас председатель правительства Александр Чурин здешний, и первый заместитель Дмитрий Курдюмов. А местных, да. То там у нас, в принципе, сегодня главный, наверное, показатель, который сегодня еще существует, и то, что мы их, по крайней мере, видим, и нам очень приятно, что курировать социальную сферу там у нас Дмитрий Александрович Курдюмов, который, в общем-то, ну, показывает таким ярким примером о том, что чем они занимаются, все-таки есть какие-то сдвижки. И я думаю, что очень большим будет ответственностью, испытанием для медицины, да, именно прохождение коронавируса. Если Дмитрию Александровичу не только удалось отремонтировать и привести в порядок все наши основные там места здравоохранения, если еще мы успешно пройдем там вот этот период страшный коронавируса, и мы справимся с ним, несмотря на то, что мы фактически там снялись с карантина там, да, то это будет лишний раз подтверждать, что на нашей территории, в том, что я уверен, есть хорошие кадры, которые могут работать и приносить, на самом деле, пользу, не участвуя в никаких коррупционных схемах. Берем местных, понятно. Пришло время местных. Две минуты. Местные. Собственно, не знаю, видели вы наверняка эту историю, да, призыв предпринимателя из Подосеновского района вернуть, не знаю, привезти на Кировскую землю тот памятник маршалу Коневу, который был снесен в Чехии, в Праге. Вот очень коротко, насколько уместна эта инициатива, и вообще надо ли сейчас собирать на это деньги, или, может быть, деньги собирать на что-то другое все-таки? Очень сложный вопрос. Это, знаешь, как сейчас в Москве разыграли конкурс на 12 миллиардов, на укладку плитки, да? И многие пишут, нужна ли при сегодняшней ситуации в Москве там бордюрная плитка, там, и это как... Ну, наверное, при сегодняшней ситуации нет, да? Наверное, 12 миллиардов очень бы сильно пригодились для того, чтобы поддержать богатое здравоохранение города Москвы, которое совершенно другое финансирование. Но это частная инициатива, если они смогут среди бизнеса собрать и привезти этот памятник, это, конечно, ну, флак им в руки, пускай этим занимается. Ну, тут еще не факт, что Чехия отдаст, потому что, я понимаю, есть там некие планы установить его в другом месте. А, я тебе коротко скажу. При сегодняшней нашей проблематике с экономикой и с нашим будущим после коронавируса, да, конечно, это совершенно не самый главный вопрос, который мы должны вообще обсуждать. Несмотря на 75 лет побед. Мы сегодня главный вопрос, даже на 75 лет, да? Потому что, если даже на 75 лет, то мы говорим, ребята, вот мы должны перед своими там дедушками сказать, а что мы за 75 лет сделали для нашей страны, чтобы они были гордые за нас, да? Пока, вот, к сожалению, мы, похвастаться нам по большому счету нечем. Да, если мы сегодня не можем даже справиться, ну, по крайней мере, с оснащением по коронавирусу масками, там, перчатками и всем прочим, это говорит о том, что, в общем-то, мы сегодня не готовы ни к каким подвигам, так называемым, да? Не до памятников. Не до памятников, да. Конечно, время когда-нибудь придет, но я все-таки считаю, что главная цель сегодня это население, поддержка его и малого и среднего битва для того, чтобы с максимальными потерями выйти и даже жизненными потерями, потому что мы знаем, что сегодня очень сильно растет такие негативные настроения, то вот наша главная задача, люди. Сберечь людей. Дмитрий Русских был в нашей студии, предприниматель, депутат Законодательного собрания Кировской области 4-го и 5-го созывов. Программа «Особое мнение» на этом завершается. Дмитрий Михайлович, спасибо. Спасибо всем кероченам, хорошего дня. Особое мнение на 101FM